Всем привет! Сегодня у нас будет не просто обзор, а будет сравнение. Сравнение династии Макит. Есть Макита отец, Макита сын. Многие спросят, а где же прадед и дед? Ну, на мой взгляд, именно на этом этапе есть такие прям сильные различия, которые можно рассмотреть. Обзоры каждого инструмента в отдельности более подробные есть. Ссылки на них будут. Поэтому приступим. Продолжение следует... Ну и по традиции начнем с кейсов. Кейсы все те же самые, с того же пластика, с теми же железными замками у обоих. Все те же петли. Все то же самое. Единственное, объем их изменился. Если их поставить вместе, то мы можем заметить, что у новой Макиты кейс стал гораздо больше. А в остальном, все то же самое, ничего не поменялось. Следующее, что сравним, это компоновка. Компоновка кейса не поменялась. Опять же, в кейсе есть место для трех аккумуляторов, как в старом, так и в новом. Единственное, поменялась вот зарядка, она стала чуть больше, и за счет этого кейс возрос в размерах. И поговорим о шуруповетах, что у них поменялось. На внешний вид изменился наклон. То есть, вот он новый, он такой более прямой. Старый, чуть смотрит вверх. За счет этого кажется, что старая Макита больше, чем новая. Изменился вес. Новая Макита стала весить на 200 грамм меньше, чем старая. По большей степени вес поменялся за счет того, что используются новые аккумуляторы на литии. По характеристикам обороты все те же самые. У обоих от две скорости. Переключатели этих скоростей у обоих одинаковые. Обои одинаково вылетают. В общем, обороты. Первая скорость от 0 до 400. Вторая скорость от 0 до 1300. В новом шуруповерте стало больше ньютонов. Здесь 35 ньютонов. Здесь 36. Поменялась ручка. Здесь вот как никогда видно на этом. Ручка, на мой взгляд, стала на новом более удобной. Она повторяет форму кулака, потому что он немного уходит тоже вниз. И здесь, видите, она здесь также заужена. Сидит в руке практически идеально. Но это не означает, что старая Макита сидит намного хуже. По сравнению со многими шуруповертами, Макита сидит в руке хорошо. Но после новой Макиты старая сидит вообще, как, не знаю, небо и земля. Добавилась обрезиненная часть. Как вот здесь вот стало больше намного резины, так и ручки. Здесь на старой сзади. Тут еще как осталось сзади, а также спереди. И, в общем, ручка стала полностью прорезиненная. Он у них одинаковый, самозажимной. Косяк у них все тот же самый. При сильных нагрузках бита, либо что вы туда засовываете, не знаю, там, сверло, перо вываливается. При тяжелых нагрузках. Если нагрузки такие обычные, обычные саморезы, ну, бита держится достойно, очень хорошо. Между ними есть разница в переключении реверса. То есть, если слышно, здесь вот такой непонятный реверс. Он такой, что есть, что нет. На старой Маките это более внятно. На новую это не сильно внятно. Следующее, что поменялось, это аккумуляторы. Поменялся не только их вид, но и поменялась сама технология. Предыдущие были никель-кадмиевые, сейчас же идут литий-ионные. Литий-ионные намного легче. На никель-кадмиевых два замка, на литий-один. В общем, защёлк будет так, опять же, двумя пальцами надо зажать. Здесь же, как салазки. Очень классно. Зарядное устройство поменялось, так как форма аккумуляторов также поменялась. Ну и на первый взгляд кажется, что зарядное устройство слишком здоровое, громоздкое. Но на самом деле, по весу они отличаются незначительно, буквально около 100 грамм. Макитовская старая где-то 500 грамм. Новая порядка 600. Но на ощупь вообще легче. Плюс зарядки. У обоих индикаторы все те же самые. Но новая зарядка, как многие говорят, она имеет систему охлаждения. И поэтому заряжать аккумуляторы можно гораздо дольше. Гораздо дольше я имею в виду в том плане, что использовать несколько циклов. Если здесь два цикла, на третий цикл уже аккумуляторы горячие, зарядка горячая. То здесь после трёх циклов было всё. Ещё что поменялось у данных шуруповёртов, это цена. Папаша стоит подешевле, сынок подороже и подороже от 1000 на 2. Ну что, надо подводить итог. Итог каков. Шуруповёрты стоят по-разному. Новый шуруповёрт, который, сынок, стоит на 2000 рублей побольше. И что мы получаем за 2000 рублей? Во-первых, мы получаем шуруповёрт, который смотрится, если вы визуально смотрите, гораздо круче. Данный шуруповёрт, на мой взгляд, гораздо удобнее лежит в руке. Шуруповёрт стал намного меньше по весу за счёт новых аккумуляторов. Аккумуляторы литий-ионные, которые позволяют заряжать в любой момент, не дожидаясь полной разрядки аккумулятора. Это несомненный плюс. Заряжаются они быстрее, благодаря новому зарядному устройству. Которое, по сути, лучше, чем старое. Имеет какую-никакую систему охлаждения и заряжать можно гораздо больше. Я имею в виду, по циклам. Ну, а что они-то получили? Батарея литий-ионная, но у неё нет индикатора заряда, как на многих литий-ионных. Также в шуруповёрт до сих пор не добавили фонарик. Вроде стал дороже, но фонарика нет. Фонарик, не знаю, на мой взгляд, очень удобная вещь. Почему его не добавляют, я не понимаю. Следующее. Косяки предыдущей Макиты остались всё те же. Это косяк с переключением скоростей и самозажимной патрон, который плохо самозажимает. В общем, в каждой модели есть свои плюсы, свои минусы. Новая Макита, без сомнения, стала лучше, чем старая. Хоть и косяки в ней остались те же, но самое главное, данные модели до сих пор работают. Данному шуруповёрту, забыл сказать, около года работает в фирме у электромонтажников, до сих пор пашет. Можете посмотреть тест на его аккумуляторы. Тесты на эти, по-моему, аккумуляторы есть. В общем, до сих пор всё работает, служит исправно и ни разу не ломалось. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok